Первая командировка в Чечню у Олега Лагуткина была 10 декабря 1994 года. 36-летний майор, он руководил сводным подразделением СОБР. Отряд приземлился на Чкаловском аэродроме, оттуда на Моздок, а после в Знаменское. Там мы дислоцировались. Сотрудники были достаточно полно вооружены, достаточно были информированы и так далее, поскольку подразделение у нас в общем специфическое, поскольку там нет рядового состава, там все офицеры. И они четко понимали те задачи, которые стояли в тот период времени. Чеченских командировок было много. Длились они от одного до шести месяцев. За все время отряд выполнял не только оперативные задачи, но и контактировал с местными, оказывали посильную помощь. О конкретных операциях ветеран СОБР не рассказывает. Говорит, что все время была одна главная цель – сохранить людей и выполнить задачу. Вот эти командировки чеченские, они все сплошные операции. Понимаете, как выделить там, что она чем-то могла отличаться, ну одна от другой, ну нет, конечно. Они все специфичны сами по себе. Неизвестно, что можно ожидать, допустим, через 5-10 минут. Неофициальный праздник – День ветеранов боевых действий, который отмечают 1 июля, Олег Лагуткин читает еще одним Днем памяти. Обычно они созваниваются со служивцами и встречаются на Аллее памяти. Последние два года планы нарушила пандемия. Хочу в этот день поздравить всех ветеранов боевых действий с этим праздником, с нашим. Пожелать всем доброго здоровья. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.